Хочу я историю с вами поделиться, о том, что можно измениться, о том, что так я поверил Богу. Вот об этом хочу поговорить немного. Мы из язычников, ну так нас называли, на севере от Иудеи проживали, сказать точнее, серофеникияне, а называли нас хананияне. Ну, с евреями, конечно, не дружили, хотя всю жизнь мы рядом жили. Мы даже с ними воевали и города их осаждали, но я не питал вражды к евреям и не хотел плохого иудеям. Немножко знал историю исхода всего еврейского народа, но чему-то верил, чему-то нет. На все вопросы не нашел ответа, вот богам языческим не доверял. Другого бога я искал. И я слышал как-то от людей, что в мир пришел один еврей. Каким-то чудом он явился, там, в Хлевуниево дворце родился, на удивление всем он рос. А у всех людей звучал вопрос, он тот, а может ждать другого? Должно исполнить это же Божье Слово, что в мир придет пророк Мессия служить, он будет в Божьей силе. А тут один мужик кричал, что он в небе Божьих ордеров. Ну, хозяева, говорит, нам предложили, чтобы скот мы ночью сторожили. И вдруг небо засияло, пред нами воинство пристало, от страха я глаза закрыл. А ангел с неба возвестил, что в эту ночь родился царь, он жил, жизнь положит на алтарь. От грехов спасет людей. Ищите Господа быстрее. Ну, да я в эти сказки как-то не очень верил, ну, как-то в другою мере в жизнь я верил. А вырос, говорят, что Сын Он Божий. Так, а на пророк-то не похожий, там же был один пророк. По жизни очень одинок, в пустыне жил, там, в коже одевался, говорят, что саранчо питался. В тех, кто хотел, в реке крестил, а про себя он говорил, да, стоп, нет, нет, я не спаситель, я только лишь Иоанн Креститель. Сильнейший след за мной идет, вот он грех мира весь возьмет. Я не достоин перед ним стоять, чтобы шнурки его вязать. А то, о ком он говорил, дела великие творил. Да, слепые протревали, бесы выходили. Говорят, кого-то даже накормили. А простой народ его принял и Христом Иисусом называл. Ну, хотел я женщине одной помочь. Ну, страдала ее сильно дочь. И я решил поговорить, что дочку можно исцелить. Она поверила словам моим. Давай, говорит, к Иисусу поспешим. Устала я смотреть, как дочь страдает, лекарство ей не помогает. И мы пошли с ней в Иудею, скованные одной лишь целью. Пророка будем мы искать про дочь ему, чтобы рассказать. Нашли его в окрестностях Сидона. Это недалеко от ее дома. С людьми он был, о чем-то говорил. Я одного так спросил, ну, что пропустил. А женщина тут закричала. А кто-то ей сказал, чтобы замолчала. Но ее трудно было удержать. И продолжала женщина кричать. Иисус помилует, дочь страдает. Нечистый дух ее терзает. Помилует, дочь, ну, прошу, как мать. Мне больше нечего сказать. А Иисус, он или не слышал, или не хотел. А я подумал, а что за беспредел? Ну, да, мы язычники, а не евреи. Ну, как понять тебя на самом деле? А женщина кричать не перестала. И от Христа не отставала. Устала я за дочь стражаться. Близка к тому, что будешь сдаться. Не мог понять такое поведение. Как будто выразил он женщине презрение. Ученики сказали даже, ну, чтобы ей помочь. Она же мать и любит дочь. Иисус остановился, а женщину позвал. И тут-то Кодя ей сказал, что волосы на теле дыбом встали, когда такое ей сказали. Нельзя взять хлеб и бросить псам. Ведь этот хлеб принадлежит детям. Безмолвие женщина стояла, потом в ответ Христу сказала. Когда хлеб падает, то псы едят. И благодарны крошкам, что летят. Иисус был поражен таким ответом. Сказал, пусть твоя вера будет светом. Иди, я исцеляю твою дочь. Пусть прекратится в вашей жизни ночь. В такие перемены трудно верить. Но хотелось мне быстрее проверить. Домой же надо побежать, чтобы дочке новость рассказать. А слова Христа покоя не давали. Но что нас сами-то обзывали? Зачем сказал про хлеб, про детей? Хотел я с женщиной поговорить быстрее. Она сказала, не надо торопиться. Плохое больше не случится. Я точно знаю. Дочи сцелена. Слова Иисуса исполнились полна. Пока мы шли, о многом говорили. Иисуса больше не судили. Я слушал женщину и восхищался. И веря в Бога. Наслаждался. Родители говорили. Детей мы в жертву приносили. Евреи нас за это презирали. Как только нас не называли. Мы осаждали город их святой, когда ходили к ним войной. Евреи это не простили. Ну, родители такое говорили. А я верила в пророка с Назарета. Меня в народе ненавидели за это. Спасибо, что пошел за мной. Шаг веры сделала с тобой. Она сказала, что не надо проверять словам Иисуса. Надо доверять. Я точно знаю. Дочь здорова. Проверять не надо. Я этой встрече очень рада. Когда Иисус мне не ответил, Он сделал вид, что не заметил. Он веру проверял мою. Тебе я точно говорю. Мне говорили, чтобы я молчала. Мне говорили, ну, а я кричала. Я знаю, от кого была преграда. Кто мне шептал, вот так тебе и надо. Нельзя мне было отступать. Вот продолжала я кричать. Преодолела в жизни я преграду. И в жизнь мою пришла награда. Иисус, последняя надежда. А наша жизнь, как грязь, надежда. Пред Богом мы все псы и чародеи. Такими были на самом деле. Нет, псами нас Он не назвал. Он хорошо народ нас знал. Кто добровольно Бога отвергает, тот сам себя так называет. Бог, без веры сложно Богу угодить. Без веры будет трудно жить. Бог обязательно тебя проверит, как твое сердце Ему верит. Спасение придет от иудеев. Должны благословлять мы все евреев. Не важно, кто и как нас называет. Сам Бог нас всех благословляет. Я знал, что мне Бог ответит. Не знаю, как, но Он заметит. Вот потому я не сдалась, смирилась. И мне спасение в дом явилось. Не надо торопиться, проверять. Словам Иисуса надо доверять. Я точно знаю, дочь исцелена. С минуты этой здоровая она. Я слушал женщину, не понимал. Но кто ей такую веру дал? Она уверена, что дочь здорова. Хватило ей всего лишь слова. А раньше ее жизнь была тупик. Никто не в силах растопить ледник. Никто не в силах был помочь, когда страдала ее дочь. Я слушал женщину и восхищался. Общением нашим наслаждался. Учусь я веры вот у таких людей. Чтоб к цели двигаться своей. А наша цель жить с Богом вечно. Я благодарен ее сердечно, что меня верит, научила и жизнь мою все изменила. Хочу вам, братья, сестры, пожелать. Учитесь Богу доверять. Не важно. Не обращай внимания на слова людей. А к цели двигайся своей. Вам будут говорить, чтобы вы молчали. Что к Богу больше не взывали. А я вам говорю. Молитесь к Богу. Вернитесь все на христианскую дорогу. Та женщина осталась верной Богу. И с дочкой ходит в синагогу. Теперь мы вместе Богу служим. Да, с ее дочкой очень дружим. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok